Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Крафт Сергей. И сегодня мы поговорим о сексуальных девиациях и гормонах, которые очень часто их обуславливают. В общем-то, никого не секрет, что, соответственно, нашей психикой руководят гормоны. И, соответственно, то, как вы себя чувствуете, то, как вы ощущаете себя зачастую, зависит от вашей сексуальности. И этими всеми вещами руководят гормоны. И, конечно же, в хит-параде гормонов секса номер один будет стоять тестостерон. Под воздействием альфа-ридзубтазы он, соответственно, превращается в дигидростерон. И вот дигидростерон даже, знаете, вот я бы сказал, что у женщин в сексуальном плане он даже иногда интереснее срабатывает, чем у мужчин. Вот. В чем суть? Значит, все вот эти вот гормоны, стероны, да, тестостерон, дигидростерон, ну, конечно, там, ну, в какой-то мере, там, они все важны, и прогестерон важен. Ну, вот я бы выделил сегодня тестостерон, дигидростерон, я бы выделил еще пролактин и страдиол, ну, и понятно, что ЛГФСГ, все, хватит вам. Вот. И, соответственно, эти вещи, они сильно контролируют нашу сексуальность. И если у нас тестостерон по какой-либо причине возрастает, значит, с одной стороны это может привести к плюсам. Я уже снимал видео об оргазмии и женской, и действительно тестостерон, употреблении, допустим, экзогенных видов каких-то, там, дигидростеронов, там, предшественников или тестостеронов каких-то, ну, чего угодно, там, в виде коков тех же, комбинированных оральных контрацептивов. Значит, безусловно, иногда положительно сказывается на половой жизни, потом применение, соответственно, вообще экзогенного тестостерона у мужчин положительно сказывается на половой жизни. И чисто из клинического опыта скажу, потому что, конечно, такого в медицине в официальной вряд ли вам скажут. Ну, то есть, как бы, ну, все это для девушки крайне нежелательным считается, однако же мы знаем, что имеет место быть. Теперь даже по фотографиям, так скажем, да, по голосам сломанных у девушек, там, бикинисток и так далее, те, кто поступает в бодибилдинге, часто используют у девушки экзогенный тестостерон. И на оргазме сказывается это очень даже положительно. Но в плане, в каком у женщины, у мужчин это может вести к девиации, очень повышенное сексуальное возбуждение, оно наступает, ну, настолько резко, заново человек достигает пика сексуального возбуждения, что нет эффекта разгона, как бы, и торможения психики. Человек не успевает в таком случае получить сексуальную разрядку. Он ее не может получить. И, соответственно, из-за этого он может получать те или иные сексуальные девиации. Ну, вот, в случае, если, допустим, экзогенный тестостерон вводится, да, там, пропионат, к примеру, там, девушка или мальчика долго, в больших количествах. Не у всех это сработает. Гомеостаз у всех индивидуальный. Вот, там еще зависит от того, сколько эстрадиола пролактина в нас и других гормонов. Поэтому я не буду говорить, что абсолютно во всех случаях. Но в некоторых случаях такое бывает, что вот приводит данное, в общем-то, отсутствие возможности как-то полноценно разрядиться, особенно психологически, да, то есть человек постоянно испытывает сексуальное какое-то возбуждение. Соответственно, как бы отсутствует возможность получить удовлетворение от секса, и наш пациент начинает искать сексуальные разрядки, ну, в каких-то сексуальных, там, девиациях, да, то есть какие-то вещи дополнительно как-то себя стимулировать, свою психику. Ну, зачастую это помогает, но вот эти костыли, они остаются с человеком, даже когда он с курса тестостерона слазит. Значит, что еще? Опять же, если у человека не применяет анаболические стероиды, допустим, низкие эстрогены, по какой-то причине, там, хорошо растет тестостерон. Та же самая ситуация, просто на фоне своего высокого тестостерона. Соответственно, нарушение окситоцина, да, вообще выработки окситоцина, и нарушение различной дофаминовой системы, да, вот. Вспоминаем случай, опять же, с употреблением каких-либо психостимуляторов, наркотического рода различных воздействий, тоже психика меняется из-за этого. Вот вам биохимия такая психики, да, то есть человек разрушил, соответственно, выработку нарушил и дофамина, и окситоцина, и, может быть, даже он не злоупотребляет больше наркотиками, но как побочный эффект получил расстройство в сфере сексуальности. Вот, очень часто применение наркотиков, соответственно, сопровождается очень, ну так скажем, не классическими сексуальными различными действиями. Все это вот как раз связано с этим, что под воздействием каких-либо веществ очень сложно людям получить сексуальную разрядку. При этом увеличивается, возможно, там, или меняются даже в корне ощущения от самого секса, поэтому секс может приобретать очень необычные формы. С вами был Кравцев Сергей. Если вам интересна эта тема, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok